Доброе утро, уважаемые телезрители! В прошлых передачах речь шла о расцерковлении человека в церкви. Мы говорили о многих уважительных причинах, по которым человек делает этот выбор. Но среди человеческих оценок и решений все сложно и спорно. Вот проще всегда указать на некую сверхценность, абсолютную и неповторимую, и так закрыть любой вопрос, жизненно важный вопрос. Вот приходит в церковь некий человек, скорее душевный еще, нежели духовный, и ищет он успокоения своей душе. Церковь предлагает ему множество самых разных способов этого достичь. Кому-то нужно избавиться от чувства вины, вот ему сразу на исповедь. Кто-то должен ощутить требовательную родительскую любовь, ему подойдет безусловное послушание духовному отцу. Кто-то страдает от перфекционизма. Такой человек может заняться аскетикой и на практике преодолевать свое несовершенство. Он может встретить Христа или не встретить его на этом своем пути. Но тут уже личный опыт. Тут мистика и ничего определенного мы про это сказать не можем. Но вот нашел ли человек успокоение, которого искал? Или для него церковная жизнь стала напротив, источником неврозов? Об этом обычно можно судить по его поведению. И вы знаете, я сейчас скажу всем нам, скажу вот что. Сознательный приход в церковь почти всегда шок. Оказывается, меня любят, меня прощают, меня принимают. Меня, да почти исключительно все про меня. Про него и про стоящего рядом тебя человек тоже приучится помнить. Но не сразу. Сначала он для себя ищет жизненно важного. Он кричал от боли, и вот ему стало легче. Жизнь обрела смысл и цель. Не случайно было сказано, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Люди с отменным душевным здоровьем и благоустроенной жизнью редко бывают глубоко религиозными натурами. Но первое радостное изумление быстро проходит. А привычки жить по-новому, каких-то прочных навыков и умений еще нет. Старые сомнения возвращаются. Действительно ли меня любят? Как мне тут быть с моим несовершенством? Проститься ли мне? Да, всегда можно ответить. Люди несовершенны, в том числе и в церкви. Они могут быть злыми и черствыми, но Бог любит, прощает, принимает. Все так. Ну, во-первых, о Боге мы обычно судим по словам и поступкам других людей, особенно если сами не тверды в вере. Опыт личного богопознания у нас все-таки очень и очень невелик. А во-вторых, если Бог любит и принимает, а люди не очень, так не проще ли с Богом напрямую, без других людей? Многие такой выбор и делают. Если уж встречаться со Христом, то почему обязательно в храме рассуждает такой человек? А ведь нельзя сказать, что он совершенно не прав. Мария Египетская бежала в пустыню и провела там долгие годы наедине со Христом, не посещая храмов, не общаясь с другими христианами. Все-таки церковь – это встреча не только с Богом, но еще и с ближним, а главное – с самим собой. И от того, как проходят эти встречи, и зависит и во, и расцерковление. Одному человеку удается найти свои механизмы восстановления душевного равновесия внутри церковной жизни, а другому везет меньше. И как только ему на глаза попадается нечто новое, не менее увлекательное, он с большой долей вероятности уйдет. Или уйдет, когда осознает, что исцеление не состоялось, затраченные усилия не оправдываются. Но, впрочем, почему обязательно брать крайности? Не такой уж и редкий случай, когда человек приходит в церковь в момент кризиса, молится и постится иступленно, ищет лекарства для своей души и находит его. Ему становится легче, и лекарства он принимает уже не в тех дозах, что прежде. Его церковность становится некой органичной частью жизни, а не заменой чуть ли не всего остального, как было когда-то. Это расцерковление или что? Или обретение долгожданной гармонии? Вы знаете, как посмотреть? Давно уже было замечено, что когда человек приходит в церковь, ему очень часто начинают подробнейшим образом рассказывать о самой церкви. Вот такое вероучение, вот такие обряды, такие правила поведения, такие таинства, такой язык. И все это он должен детально изучить и неукоснительно соблюдать. Да, это нужно в какой-то мере, это интересно. И для многих изучение этих подробностей становится основным смыслом всей последующей жизни. Но явно не для всех. Людям другого склада это бывает быстро надоедает, особенно если подробности становятся самоцелью. Как же я встречу тут Христа, удивляется он, если мне предлагают только встречу с типиконом, то есть с церковным уставом. Даже не так важно, что именно встанет на первом месте. Уставное богослужение, религиозная философия, история церкви, иконопись, геополитика, сладостные проповеди или же низкая проза приходской жизни. Будет ли приход консервативным или либеральным? Будет ли настоятель ласковым или строгим? Будут ли на приходе молодые интеллектуалы или малограмотные пенсионерки? И, вы знаете, не в том сути. Человек, приходящий в церковь, ждет, что она покажет ему не только себя саму, но и поможет заглянуть и взглянуть новыми глазами на нечто более важное и сущностное, на собственную душу, на ближнего и, наконец, на Бога. И если такая встреча состоялась, то она действительно не может надоесть. Тем, кто приходит в церковь, стоит помнить одно. Это еще не Царство Небесное, а сообщество грешников, которые вместе ищут пути в это царствие и ведут себя порой очень недостойно и неумело. Не надо бояться сомнений и разочарований. Они становятся поводом задуматься, что ищешь в церкви именно ты, что ты хочешь и ждешь от нее. И, может быть, для кого-то внешний отход от церковной жизни – это всего лишь отказ от заимствованной формы, лишенной глубокого содержания. Поиски своего места в церкви могут быть очень непростыми, но кто ищет, обязательно найдет. Нам это в Евангелии обещано. А тем, кто уже находится в церкви и принимает пришедших, не думается, есть о чем подумать. Эти краткие размышления, конечно, не охватили, да и не могли охватить всех сторон этой большой и сложной проблемы раз или во церковление. Но надо хотя бы задуматься, задуматься о существовании этой проблемы. Надо честно признать, на самом деле люди в храме сами часто толком не знают, что делать им с новопришедшими. Без них как-то спокойнее было. У нас нет даже элементарной статистики, сколько человек состоит в каком приходе, сколько причащалось в то или иное воскресенье. Хотя по отдельным храмам такой подсчет ведется, но взять общие данные просто негде. Сегодня все более популярны слова о миссионерстве. Но нам еще только предстоит разобраться, куда именно мы приводим людей своей проповедью и что мы потом с ними собираемся делать. Может быть, проповедь должна не только расписывать то прекрасное, что людям встретится в церкви, но и честно предупреждать их о несовершенстве нынешнего церковного организма, о самых характерных для него нестроениях. А может быть, миссионер или катехизатор должен стремиться к тому, чтобы не просто доводить людей до церковного порога, но сопровождать их в первые месяцы их церковной жизни. Конечно, это колоссальное увеличение нагрузки ответственности. Может быть, потребуется и некая перестройка приходской жизни, чтобы не только старожилы чувствовали себя комфортно. Ну вот, для начала мне хотелось бы, чтобы мы, прослушав эти несколько передач, попытались просто спокойно и взвешенно поразмышлять над этой проблемой. ценой моего молчания замалчиваемой темы могли бы оказаться души людей. Подумаем об этом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok